Для того, чтобы мне получить визу, нужно с собой иметь фотографию. Я не успел сфотографироваться в Киеве, теперь придется сниматься в этом боксе. Представляю, что там получится, но другого выхода нет. Я сфотографировался в автомате для получения визы. Получились вот такие вот фотки. Ужасно, конечно, но... На самом деле, эта фотография нигде не будет фигурировать в паспорте. И это просто для их каких-то данных, так что сойдет. Что нам нужно для получения визы? Тайвань, Тайландская. Что ж, Тайвань так все тянет? Нужны фотографии. Одна или две штуки, не знаю. Нужно заполнить какую-то вот такую вот анкетку, которую тут планки выдают, и все стоят. Вот здесь стоят, чемпион таким вот образом заполняют анкеты. Ну, и еще деньги нужно дать. Сплата, никто ничего не хочет делать. Деньги, фотография, анкетка и виза у вас в кармане. По идее, отказать не должны. Хотя иногда могут попросить еще денег предъявить, показать наличные. Что тут 4 на 6 написана фотография. У меня меньше. По-моему, все равно, какая фотография. Все серьезно. Теперь нам нужно выставить вот такую вот очередь, чтобы получить визы. Похоже, это более чем начало, да? Или не больше часа, да. Откуда они берутся? Каждое утро непонятно. Все еду, ты еду, ты еду. Нормальный туристов? Куда? Там дальше еще есть очередь для инвалидов, беременных и все такое. Но мы решили, что мы нормальные. Ребята, нормальные, четкие пацаны. Поэтому стали очередь в мужскую. Получение визы в Таиланде, это был настоящий ад. Это где-то полчаса мы стояли в очереди, чтобы просто какие-то там бланки заполнить. Куча интузов, просто огромная очередь. Ломилась без очереди. Приходилось нам постоянно отбиваться. Потом еще одна очередь, чтобы таки поставили эту визу, печать. Ну и пока мы все это получали, естественно, на ленте нашего багажа наш багаж уже куда-то уехал. Непонятно куда. И мы теперь ищем свой багаж. Где он может находиться.